Балканский миграционный маршрут окончательно закрыт. Таков итог завершившегося поздно ночью в Брюсселе саммита ЕС-Турция. Лидеры Евросоюза одобрили предложенный Анкарой план, согласно которому Турция обязуется принимать обратно всех выходцев из арабских стран, нелегально прибывших в Грецию. Европа, в свою очередь, переселит к себе сирийских беженцев, которые проживают в лагерях на территории Турции. Миграционный кризис стал для Анкары поводом для ожесточенного торга. В ультимативной форме премьер-министр Ахмед Давутаглу поставил вопрос об упрощении визового режима с Европой и вступлении в ЕС в обмен на сотрудничество. Как заявила Ангела Меркель, в случае успешной реализации плана процесс либерализации виз для граждан этой страны начнется уже в июне. Однако речи о вступлении Турции в ЕС пока не идет. Кроме того, в Брюсселе согласились выделить Анкаре дополнительно 3 миллиарда евро, хотя до начала саммита агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало о том, что Давутаглу пытался договориться о финансовой помощи в размере 20 миллиардов евро. Анкара, несмотря на призывы международного сообщества, делает шаги, противоречащие демократическим принципам, которые закреплены в Конституции самой Турции. Об этом завел пресс-секретарь Газдепа США. По словам Джона Кирби, турецкое руководство продолжает игнорировать собственные обязательства, связанные со свободой слова. Имеется в виду, в частности, действия в отношении одной из самых популярных в стране газет «Заман», публиковавшей критику в адрес президента Эрдогана. Турецкие власти захватили над ней контроль, назначив своих попечителей, а полиция жестко разогнала демонстрацию в защиту редакции. Тенденция развивается не в позитивном ключе, и это вызывает обеспокоенность, отметил Кирби.